Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре новые рестайлинговые прошки Федера Сабанеев Фотон Про 2 или 2.0, как их можно называть, 2024 года, ну и 2025 года, конечно, тоже. Пока вышли не все модели я заказал на заводе, потому что предыдущие серии еще в достаточном количестве каких-то оставались. Поэтому, скажем так, на данный момент приехало 7 моделей. Это 240-40, 270-50, 300-60, 330-70 новая двухчастная модель, но с правильной нормальной транспортной длиной приемлемой. 360-80, 360-100 и 390-110. Дальше, следующие поставки уже в этом дизайне, в новом кузове, как говорят, будут модельки уже 390-150, 390-90, 300-40. Забыл сказать, что в новом кузове еще, я не помню, сказал или нет, 360-100, долгожданная многими, которые уже ждут там год, по-моему, почти ее, да. Она тоже приехала, она у меня в мультифиш-магазине в достаточном количестве их. Заказывайте, я гарантирую абсолютно, как коммерческий директор, разработчик удилищ Сабани, что при покупке у меня в магазине вы получите самые выгодные условия. Поэтому, если кто-то там где-то хочет еще что-то купить, обязательно просто так, как бы для собственного успокоения, потом обратитесь ко мне в магазин, в мультифиш, спросите цену, спросите условия. И я уверен, что вы останетесь именно покупателем моего магазина мультифиш. Итак, 240-40 у меня в руках. Ну и сразу об изменениях на этом примере. В целом, все бланки из того же угля 46 тонн японский карбон Торей как были, так и остались. Основное, из-за чего я сделал такой дизайн, да, и изменил Фотоны Про, это, в общем-то, для того, чтобы облегчить вес. Это главная причина была, потому что от добра добра не ищут, и модельки они зарекомендовали все уже себя годами. Я думаю, что отзывов огромное количество, и, не знаю, не найдется ни одного руболова, кто не знает, что такое Сабане и Фотон Про. Это уже именно рецательное стало. Но вот в 2019 году вышли, ну, вот сегодняшняя линейка, которая была вот до этих, да, это модельки Нью-2019, они были, с Рабром. То есть, с моей точки зрения, да, не с моей, как бы, это объективная реальность, что Рабр это максимально надежный материал, который не изнашивается и тому подобное. То есть, долговечен, годами вы можете про него забывать, оставлять под дождем, ничего с ним не будет. Вот, но минус этого материала, это вес. Поэтому для тех, кому нужна была вот, именно, акцент был сделан, да, покупателями, которые хотели с такой вот надежным, с таким материалом, красивые, глянцевые, там, с золотом, бланки и так далее. То есть, была сделана серия вот эта вот, 2019 года. Вот, люди набрали, кому нужно было, насладились. И осталась вторая категория рыболов, которая, для которых важен очень вес. Хотя, вот, для меня лично вес, ну, для меня без разницы, будет, там, 20 грамм фидера весть больше, или, там, меньше он будет вести. Это не махалка, там, длиннее, не штекерное удилище. То есть, для меня это не имеет значения. Но для некоторых людей это имеет значения. Поэтому, чтобы угодить всем, вот эта серия, вторая, она вышла именно с максимально облегчённой. За счёт чего? За счёт того, что я убрал рабр отсюда практически полностью, ну, от предыдущей модели, да. Дальше, если вы помните, здесь была такая вот золотистая всякие ставки, гильза такая декоративная, красивая. Здесь катушка-держатель был из Рабра тоже. Здесь, соответственно, всё это убрано. Здесь надёжный стоит катушка-держатель сейчас. С качественной, очень качественным форогриппом, который даже при затяжке у вас здесь ничего не треснет, как вот определённые модели наших конкурентов были, да, замечены, что здесь часто трескалось. Значит, катушка-держатель надёжнейший, долговечнейший и простой. Дальше идёт пробочка, качественная, хорошая ЭВА, руль-каять с такой юбочкой, аккуратненько здесь сделан по дизайну. И дальше вот этот материал Рабра, он остался чуть-чуть на торце. Почему я его оставил? Потому что многие упирают комель в палку, в держатель вставляют, да. Кто-то, как правило, там всегда где-то дотронется, если на бетонном берегу ловит. Ну, в общем, для того, чтобы не обдиралась вот эта ЭВА, Рабр на себя берёт роль нагрузки. Мог сделать сюда специальную вот такую, ну, в общем-то, типа резиновую торцевую пробочку, но она по весу больше и она дороже. Вот, в общем-то, причина в том, что почему остался вот этот Рабр, потому что он по долговечности не хуже, вот, а вес у него вот при прочих равных и цена будет ниже. Соответственно, это всё цена влияет на общую стоимость неделища. А по сегодняшним меркам, как вы знаете, Роскурсы и все остальное, уже не буду перечислять наболевшие всем проблемы, цена у нас первостепенное значение имеет, если там, ну, или второстепенно для кого-то, да. Ну, скажем так, одно из главнейших. Дальше. Колечки, как были на предыдущих моделях, надёжнейшие. Да, не знаю, всеми проверенными и зимними рыбалками годами, десятилетиями, хотел сказать, такие остались. Дальше. По вершинкам. Как вы знаете, у нас, а кто не знает, сейчас узнает, у нас были штатные вершинки. Это вот такие вершиночки с такой классной расцветкой. С каждому фидеру идут по четыре вершинки. Различные жёсткости с правильными колечками. В правильной я имею в виду, что они правильно расположены по карте колец. И, соответственно, имеют диаметр, который не слишком тонкий, да, чтобы шок-лидер проходил или какая-то грязь, которая на леску налепла. И в то же время не слишком громоздкий, чтобы слишком загрузить вершинку, она будет неинформативной. Вот, в общем-то, что, с моей точки зрения, оптимальный вариант. Дальше. Посадочный диаметр 2,3. Какой он был, такой он и остался. Вершинки тоже не менялись абсолютно. В общем, это штатные вершинки. Это, с моей точки зрения, они сочетают идеальную надёжность и чувствительность. То есть, это баланс между надёжностью и чувствительностью. Примерно 90%, 95%, наверное, процентом рыболов, не меньше, а то и 99%, наверное, вот эти вершинки удовлетворяют более чем. И люди нам постоянно меня спрашивали, вот тот прошлый год, когда же они приедут, почему не вернули, почему хотим вновь эти штатные. Потому что таких вершинок, ну, я не знаю, вот, там, сходу даже не скажу по чувствительности, у кого вот прям настолько идеально, что всем нравилось. Вот, поэтому, с моей точки зрения, штатные вершинки, которые идут в комплекте к каждому из этих фидеров, по 4 штуки, это вот оптимальная граница-серединка, оптимальный компромисс между надёжностью и чувствительностью. Дальше у нас были два варианта. Первый вариант – это усиленные вершинки, то есть они были более жёстче, то есть это для тех, кто ещё плохо ловит или не владеет правильной техникой заброса, которая часто ломает вершинки. Те люди покупали так называемые усиленные, они были чуть короче, и при прочих равных, допустим, одна унцовка такая, если брать одну унцовку усилен, то одна унцовка, она будет жёстче. То есть, хоть и написано одна унца, но по факту она была всё-таки не одна унца, а там где-то 1,8 примерно. Вот. И другой вариант – это были спортивные вершинки, они тоже были покороче, но у них была верхняя часть этой вершиночки, она максимально деликатная. Для того, чтобы спортсмены их брали очень много, для таких вот деликатной ловли. Дальше были вершиночки ещё так называемые В-5, которые я их называю, эта аббревиатура пошла с завода, я, в общем, так их и оставил, как бы на слуху прижилось. Это было примерно как штатные вершинки, но они были покороче, соответственно, были похожи очень на вершинки от Федоров Шамана. Но для некоторых людей они не очень приглянулись. И люди стали просить вновь предоставить им штатные. Поэтому мы вернулись к тому, вновь к штатным вершинкам в комплекте, которые сейчас они будут штатные. Посмотрим, будет, привезём ли, сейчас буду решать, привезём ли усиленные, спортивные. Если привезём, то, как и было раньше, вы сможете только в магазине Мультифиш их поменять бесплатно. То есть, отдаёте свои штатные вершинки, и мы вам отдаём такие же там усиленные или спортивные. Далее, конечно, чего я хотел, добился. То есть, вес снизился у Федоров, палочки стали действительно очень изумительно невесомые, качественные, проверенные уже временем, да, и с отличным балансом. Пришлось поработать над балансом, и особенно на 330-й до 70-й модели, которая новая пришла. Почему? Потому что в этой длине очень тяжело разрезать. То есть, если мы режем её, делаем трёхчастной, да, то она теряет, как правило, строй. Она становится неприемлемой практически, то есть, многие рыболовы просто скажут, ну, это, она не имеет строя, да. Если порезать её правильно, то есть, чтобы, ну, как правильно, чтобы она имела строй, и действительно было просто вот идеальное сочетание, это нужно резать практически, там, второе колено маленьким оставлять, кортышом, да, и тогда мы получаем большую транспортную длину, и люди не хотят покупать, там, с транспортной длиной, ну, грубо говоря, там, 170-й условно. Вот, поэтому, скажем так, на год практически отложилась поставка этих удилищ, именно из-за вот этой модели 330-70, что у меня в руках сейчас. Вот. Почему? Потому что мы очень долго решали с заводом, как же её правильно порезать, чтобы она сохранила строй. Применяли материалы другие, то есть, мы в это второе колено добавляли специальный материал, такую закладку угля, которая шла не только крест-накрест, но ещё и продольный. Сам уголёчек там видоизменяли, чуть-чуть модульность туда-сюда игрались, то есть, как бы, всё это тестировалось. Динамическая нагрузка, нагрузка привозилась, я их тестировал. Там что-то мне не нравилось, что-то там, ну, как бы, устраивало. В итоге, в общем-то, появилось вот такое классное изделие, от которым, да, я не договорил, плюс ещё по балансу. То есть, очень много было у меня пожеланий по балансу, то есть, я хотел очень уперто сделать идеальный баланс. Вот, для того, чтобы... Потому что для меня баланс, главное, вес вторичен, баланс первичен. Не как для некоторых людей, которые сразу вес и всё, и для них это всё решено, если вес нам больше на 20 грамм. Но вы ведь возьмите в руки фидер. Очень есть фидера, которые тяжелее, допустим, да, но они по балансу настолько идеально выверены, что они в руках очень легко лежат. Намного легче, чем тот фидер, который будет легче весить. Вот это очень важный момент. Поэтому в этой модельке 330-70 я добился того, чего хотел. То есть, баланс стал идеальным для меня. То есть, то, что можно сделать максимум, выжить просто вот на сегодняшний день из этого материала, из этой длины, из технологии. И, в общем-то, всё это я сделал вот в этой модели 330-70. Она стала, с моей точки зрения, классной и иметь небольшую транспортную длину. Транспортная длина, у неё стало 146 сантиметров. У 330-й. Ну, давайте вот я по весу скажу то же самое. 150 грамм она весит, эта палочка, да. 240-й весит 129 грамм. У меня здесь маленькая подсказочка. Листик лежит, не знаю, видно его в кадре или нет. Значит, 135 грамм весит 270-50. Моделька 300-60 стала весить 147. Ну, как я сказал, 330-70 весит 150 грамм. 360-80-205. 360-100-220. 390-110-240. Имейте в виду, что вот эти грамм в грамм, это у нас не ювелирные украшения, не ювелирка. И некоторые там, ну, редко там один из 100 человек попадается, который говорит, вот вы сказали там 120 грамм, а у меня 121 весит. То есть, имейте в виду, что разбег там совсем чуть-чуть, это нормально. То есть, допустим, в коробке даже, если коробку открываешь, то там лак, это же покрытие лака, того-сего, чуть больше плотность того же грабора, да, там вот в нижней части ещё где-то. То есть, это всё равно несколько грамм они могут играть. Поэтому, скажем так, в одной коробке фидера могут весить 100, там, 18-117 грамм и 123. То есть, это норма абсолютная, можно на это внимание абсолютно никакого не обращать. Смотрите, я ещё транспортная длина измерил. Дальше диаметры колец, диаметры бланка в этом месте и длина рукояти. Вот отсюда, от нижней части катушки держателя до, соответственно, торца. Все вот эти показатели, пожалуйста, смотрите на сайте Multifish, я их сейчас укажу. Сегодняшний, кого интерес, чтобы сейчас просто времени так много уже говорю, да, что время не терять, всё это не перечислять. Поэтому посмотрите, там будут именно мной лично измеренные моими руками все показатели. Поэтому заходите по ссылке под видео, будет ссылочка купить. Фидера, Фотон, Про, Нью, Новая Генерация 2 и так далее. Заходим туда, по ссылке попадаем на свой сайт Multifish, в раздел этих фидеров. И под каждой моделью вы смотрите характеристики, верите им. Не надо верить другим сайтам, ещё там где-то чему-то. Потому что по опыту уже очень много людей, кто мало чего понимает в рыбалке, начинают писать всякую ахинею. Особенно многие там копирайтеры девочки, которые нанимают некоторый рыболовный магазин, которые мало что вообще понимают, о чём они пишут, начинают там муру полную писать. Поэтому заходите на сайт Multifish, там будет именно точная, чёткая, проверенная информация. Ну, соответственно, и покупайте у меня на сайте Multifish эти фидера. Я настоятельно рекомендую, потому что, скажем так, я отвечаю за них. Я даю гарантию бессрочную на заводской брак. В случае поломки, хоть через 2-3 года вы придёте, если это поломка была по браку, то я вам бесплатно заменяю эту запчасть, либо отдаю деньги, либо меняя сразу ваш бушный фидер на новый, если это поломка, да, либо колено меняю и так далее. То есть какие-то вещи у нас будет абсолютно всё это решено. Ну, я думаю, никакой магазин вам такого сделать не сможет. Если вы 3 года с фидером придёте, там отловив вам там 100 рыбалок условно, и скажете, у меня он по браку сломался, давайте мне новый. Вот мы вам отдаём. Значит, сейчас разложим фидерочки наши, посмотрим строй, потому что, ну, хоть они уже давным-давно на рынке известны, но очень многие спрашивают, просят меня показать в динамике под нагрузочкой весь строй, именно бланки, так как я делаю это с другими моделями других фирм-производителей. Прошу вас, кому понравится видео, не поленитесь, нажмите вот такой пальчик вверх под видео, поставьте лайк, как говорится, и кнопочку подписаться. Я ещё об этом, надеюсь, напомню после наших потрясушек и вернюсь сюда за стол. Итак, друзья, вот показываю строй, 240-40, смотрите. Ну, я её не чувствую в руках, исключительно, правда. Ну, просто удивительная палочка. Шикарная. Ну, ладно, наверное, лучший пикеровочек. Нагрузим. Смотрите, как работает. Ну, просто двумя пальчиками можно держать. То есть, и с учётом того, что она настолько лёгкая и изящная, она справляется даже с рогхозным карпом. У меня есть очень много любителей именно на этот пикерочек ловить рогхозного карпа. 270-50. Также нижнее кольцо трёхлапое. Смотрите. Нагружаем. Ну, это, в общем, по большому счёту, с чуть, ну, дальней дистанцией. Ну, с более дальней, чем 240-40. То есть, там, грубо говоря, он работает с кормушкой 28 грамм плюс корм. Совершенно спокойно. Ну, один из любимых фидеров. 300 до 60. Смотрите. Бросковая палка, удивительно вяжущая, ещё позволяющая небольшой перегруз за счёт упругого комната. Ну, соответственно, в руках лежит. Отлично. Точность также очень легко. Вот само изящество, сама лёгкость. Вы просто возьмите, даже, я говорю, вот кто захочет, в Мультифиш приезжайте, если вы в Москве, на Мельниково 5, и просто подержите. Никто вас не заставляет ничего покупать абсолютно. Не купите, ничего страшного. Просто важно, чтобы вы сами ощутили приятность в руке. Вы увидите, насколько это классно. 330-е, 70 грамм, это наша новиночка, которую я сделал, которую многие ждали. Действительно, из-за всяких санкций, всех перетурбаций. Очень долго получилось, там, практически два с лишним года, по-моему, мы её ждали. Ну, вот, хоть и двухчастник, но он правильно попилен. Очень долго пришлось вымерять и структуру угля в припрейде, да, и как это всё правильно сделать с технологами завода для того, чтобы при таком пропиле, попиле, да, сохранялась удобная, приемлемая транспортная длина. Смотрите, строй, ну, я думаю, что кто понимает, он скажет, что это просто суперпаук. То есть 330 до 70, это потрясающая, потрясающая палочка на сегодняшний день. 360-80, рабочая лошадка, водохранилище, реки. Тоже позволяет делать перегруз. Давайте нагрузим сейчас её. Ну, опять же, аккуратный перегруз, кто умеет правильно бросать. То есть никаких резких выхлесток из-за головы, там, да, спиннинговых вот таких забросов делать не нужно. Поэтому работать начинает за счёт строя практически от 16, там, грамм плюс корм. Если кому, конечно, это нужно. 360-100. Это быстрый хэвик, но при этом безумно изящный. Очень лёгкий сейчас стал. С идеальнейшим балансом. Вот не смотрите на вес даже. Просто возьмите в руку и потрясите. И вот вы, и поощутите. Только беритесь так, как вы будете правильно браться, вот здесь, да. Потому что некоторые берут вот здесь и начинают трясти. Естественно, ощущение другие. Вот вы берётесь вот в этом месте. Как вы будете забрасывать. Всё, поставили и поощутили. И посмотрите на тест, что тот лёгкий инструмент, что у вас в руках, на самом деле имеет тест 100 грамм. Значит, 360-100. Смотрите, строй похож, согласны, но с теми, да, но он быстренький. Эта палочка быстренькая, но под нагрузкой он работает. Посмотрите, как отлично. То есть это замечательный такой хэвич для грек. Ну и 390-110. Смотрите, это полюбившаяся палка. За счёт возможности тоже аккуратного перегруза. Многие, кто хочет 390-150, начинают брать её. Это водохранилище, это реки, это дальние дистанции. Она за счёт своего строя, во-первых, ну и лёгкая, а за счёт своего строя безумно посылистая. Вот сейчас Константин Михайлович нагрузит. Посмотрите, какой строй. И посмотрите, я вот сейчас с пацаном второй рукой уже упрусь. Видите, как он работает? То есть это так та ещё катапульта. Кто ей ловил, она уже продаётся же не первый этот год, да, не только-только пришла, а ещё вот старым кузовиком, говорят. И поспрашивайте, и почитайте отзывы, как она пуляет, на какое расстояние, и главное, с какой точностью. То есть у меня было очень много рыбаков сейчас, которые пишут, что я, оказывается, ловя другими фидерами, думал, что я не умел никогда бросать. И так, друзья, посмотрели. Ну, думаю, всем всё понятно. Строй классный у всех фидеров. Палки очень посылистые, отлично бросают на точность, как я сказал, не выше, что очень много людей, которые благодарны именно, что выбрали фотоны ПРО, потому что поняли, что они, оказывается, умеют ловить. И виной тому была какая-то неудачная выбранная моделька до этого. Значит, чехлы как были, так и остались. Три отделения. Отделение отдельное под тубус с вершинками. Ну и, соответственно, аббревиатура. Такие вот две палочки. Фотон ПРО-2, можно называть 2.0, как вам больше нравится. Велюровый чехольчик. Ещё раз попрошу вас поставить лайк и пальчик под моём видео. Кому понравилась кнопочка подписаться. Покупайте в Multifish. Всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует...